Хе-хе-хе! Утро это очень круто! С добрым утром, девочки и мальчики! В студии Марина Яковлева и Хрюша. А у нас в гостях двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Доброе утро! Добро пожаловать в нашу солнечную студию! Доброе утро, Марина! Привет, Хрюша! Доброе утро, девочки и мальчики! Хе-хе-хе! Доброе утро! Светлана, вы добились огромных успехов в спорте. Но вот мы с Хрюшей недавно читали, что когда вы пришли в спортивную школу, вам сказали, что вы не соответствуете каким-то там спортивным параметрам. Да, была такая история. Она на самом деле настоящая. Я действительно была высокого роста и худощавой девочкой. Все девочки, которые прыгали и бегали в зале, они были, конечно, на порядок ниже меня. Ну сколько, например? Какой должен быть рост в идеале? Ну сейчас уже это точно не актуально, потому что мы с моим тренером доказали, что у каждого ребенка есть шанс. И каждый ребенок в нашей стране очень талантливый. А вот почему, вопреки всему, вы выбрали именно спортивную гимнастику? Я была очень энергичной. И мамина соседка, у нее тоже была девочка, решили нас отдать в какую-нибудь секцию. И решили почему-то в спортивную гимнастику. Соседскую девочку сразу приняли. По мне был вопрос, потому что сказали, есть другие виды спорта, баскетбол, волейбол, художественная гимнастика. То есть вам предлагали, как особо высокой девочке, да? Как особо высокой, да. И я сказала, нет, я хочу спортивную гимнастику, потому что есть вот тот батут, на котором прыгаешь сколько хочешь, и высоко взлетаешь вверх. И вот есть поролоновая яма, в которую прыгаешь, ныряешь. Да, стол пыли летит, но это так классно, ты туда ныряешь, тебе не видно. И вот там играешь, здорово. Надо было тренеру группу закрывать, набор, и было место. Меня все-таки взяли. Ты знаешь, Хрюш, мне кажется, что так и должно было произойти, иначе бы мы с тобой не познакомились с олимпийской чемпионкой. А еще королевой брусьев. Кстати, Светлана, а почему вас так назвали? Ну, я же уже сказала, что я высокая гимнастка. И когда мой тренер сказал, ничего страшного, мы твои недостатки превратим в достоинство. И мы это сделали. Сегодня высокие девочки выполняют такие элементы ультра-Си на брусьях, потому что брусье самый сложный для меня снаряд был. Но я на нем и была, королева, буду и есть, и остаюсь, потому что девочки сегодня во всем мире делают элементы имени Хоркиной. И мне это приятно, а эти элементы приснились моему тренеру во сне, а я их реализовала наяву. Сегодня высокие девочки могут без проблем записываться в секции спортивной гимнастики, заниматься и знать, что можно стать не только просто олимпийской чемпионкой, а двукратной, девятикратной чемпионкой мира, тринадцатикратной чемпионкой Европы, России, всесоюзной соревнований, но сегодня их нет. Выигрывать, побеждать. Да-да-да-да. Королева королевой, а короны нет. Это надо исправить. Ой, Хрюша, я примерю. Да, мы решили вам подарить корону. Да, это от нас. Ну как, Хрюш? Очень красиво. Теперь вы будете не только королевой брусьев, но и просто королевой. Спасибо, Хрюша. Какой ты хороший. Светлана, скажите, а чем занимается великая чемпионка сегодня? Сегодня я первый заместитель начальника ЦСКА, Центрального спортивного клуба армии. Кроме того, я еще, конечно, вице-президент Всероссийской Федерации спортивной гимнастики. Плюс, конечно, у меня еще есть общественные дела. Я руковожу своим фондом, фонд Светланы Васильевны Форкиной, который занимается организацией Всероссийского турнира по спортивной гимнастике. Как вы все успеваете делать-то, вот расскажите. Как? Дисциплина, план работы. Ну, мне кажется, дисциплина – это 95% успеха. Мне вот до сих пор не дают покоя вопрос. Как же вы ходите по магазинам-то? Вы, наверное, не успеваете по ним ходить? Ну, почему же? Я только что вышла из магазина и приехала к вам в гости. Да? Конечно. Утро начинается с зарядки, потом бегом в магазин, потому что надо купить продукты на обед, на ужин. А вот мы сейчас и проверим, как быстро вы подберете продукты для обеда. Хрюш, что ты там задумал? Веселый конкурс для вас. Ну, давай. И вот для него у меня есть волшебная корзинка. Ариночка, доставай. Ой, какая волшебная-то корзиночка. Да-да-да. Так и что Хрюше надо мне делать? Так, ну, в ней продукты и предметы, из которых каши не сваришь. Вот сейчас мы попросим Светлану запрыть глаза и на ощупь определить, какие предметы в корзине съедобные. Съедобные надо выложить на стол, а не съедобные, а ставить в корзинке. Ага. Так, я уже полезла, да? Да-да-да, можно. Съедобные кладу на стол. На стол. Морковка. Все правильно. Так. Что там дальше? Ну, понятно. Бубен. Бубен. Поехали дальше. Вкусненькое что-то. Так, знаешь, я помню, что это много лет назад у моего ребенка было в руках. О, нет, невкусненькое. Невкусненькое. Какая-то игрушка. Игрушка. Давай я что-нибудь такое сейчас найду. Ой, знаешь, похоже, это не игрушка. Нет. Похоже, это съедобное что-то. Тогда на стол. Ну, знаешь, пахнет колбаской. Правильно, это колбаса. Да? Да-да-да. Идем дальше. Ой, ну вот я точно это не ем. Знаешь, вот я его нащупала. Это такой батон нарезной и даже, по-моему, белый. Да. Все правильно, белый хлебушек. Хрюша, ты неправильно кушаешь. Белые колбаса, это нехорошие петерброды. Ну, это нехорошо, лучше супчика. Так, ну, яблочко или грушка? Грушка. О! Да? Ну, это на десерт. Это груша, груш я люблю. Давай еще чего-нибудь найдем вкусненького, посмотрим, сварим мы с тобой суп или нет. Ну, это точно банан. Так, стоп, игра. А, стоп, хорошо. Могу? Все. По-моему, Светлана, вы справились просто на пятерку, да, Хрюша? Да. Только мне показалось, что вам не понравился наш продуктовый набор. Ну, вы знаете, вот я сейчас посмотрю уже, что я достала. Ну, во-первых, морковочка очень хорошо, свежевыжатый сачок, бананчик хорошо перекусить можно, конечно, с грушкой, замечательно. Я еще водичку вот здесь увидела, да? Да, есть вода. Тоже это очень хорошо. А вот это я бы, наверное, ограничила чуть-чуть. Вот давай еще грушку вот сюда достанем, а все остальное спрячем, да? Давай еще вот красиво вот так сделаем раз, потому что кушать надо тоже красиво. А, я думаю, такой... Чтобы было на столе. На червом. Да, конечно, конечно, чтобы эстетически было вкусно, красиво кушать. Вот, в принципе, вот здесь я согласна. Но на самом деле здорово, когда есть мясо, овощи, фрукты, можно и спагетти. Ну и, конечно, кашку, овсяную кашку на завтрак, товарожочек. А вообще, Хрюша, Марина, надо начинать утро с зарядки. Ну что ж, спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. С удовольствием. Вот, честно говоря, не хочется вас отпускать. Да, не хочется. Приходите к нам еще. С удовольствием. Вот в следующий раз вы нам покажете фирменную зарядку от Светланы Хоргиной. Договорились. И еще не забудьте подписаться на мой инстаграм. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Там классные фото и видео. Подпишитесь. Договорились. Договорились. А прямо сейчас не переключайтесь, вас ждет очень много интересного. Да-да, смотрите канал Карусель. С добрым утром, девочки и мальчики. Удачного всем дня. До встречи.